С 24 апреля на территории города и района Рассказово был введен пожароопасный режим. За время его действия к административной ответственности привлекли 19 граждан и два должностных лица. В целом нарушители выплатили штраф на сумму около 40 тысяч рублей. Сняли пожароопасный режим в конце сентября. Вместе с количеством пожаров уменьшилось и количество смертей при пожарах. За 9 месяцев 2016 года на территории города и Рассказовского района произошло 39 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на два случая. Это хоть и небольшой, но показатель. Положительный показатель у нас произошел в другом направлении. Это гибель людей при пожарах. В 2015 году было 7 случаев гибели людей. В 2016 только 2. Надеюсь, что народ, возможно, стал сознательнее, более внимательнее стали относиться к элементарным требованиям пожарной безопасности. За год значительно уменьшились возгорания из-за таких случаев, как сжигание травы и мусора возле дома, засыпание сигареты в нетрезвом состоянии. Но началась отопительная пора. 26 сентября на улице Фабричный проезд было возгорание. Незначительно, но могло принести, скажем так, большие потери. Как жизни человека, так и материального ущерба. Потому что возгорание было в квартире двухэтажного жилого дома. Загорелась газовая колонка. Возгорание произошло по предварительной версии от замыкания электропроводки, к которому был подключен пьезоэлемент данной колонки. Хорошо, что хозяин дома находился на месте. И возгорание было обнаружено моментально. На место пожара было сразу же вызвано два пожарных расчета. Подключаться к пожарным автомобилям так и не пришлось. Возгорание было потушено водой из-под крана. Значительную роль сыграла бдительность людей, которые сразу же позвонили и сообщили о возгорании. На сегодняшний день погода в среднесуточный показатель температуры на 2 градуса выше при сверх с метеослужбой Тамбовской области. Но все же люди начинают использовать обогревательные приборы как заводского изготовления, так и самодельного. А так будут сейчас люди топить печки. Очень я сомневаюсь, что это какая-то профилактическая работа данных печей была произведена за время неотопительного сезона. Данные печи должны быть оштукатурены, сверху обмазаны глиной, побелены. У каждой печки должен лежать притопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Хотя вот такие элементарные требования должны быть соблюдены. Где проходит печной столб в чердачное помещение, никаких не должно быть опилок, горючих предметов, ваты, утеплителя. Все должно быть только в металлических коробах, обложенными негорючими материалами. Обогреватели, используемые для отопления, должны быть только заводского изготовления и располагаться на негорючем основании. Ведь от правильного использования и соблюдения элементарных правил безопасности зависит не только ваша жизнь, но и тех, кто рядом. Виктория Шишкина, Вячеслав Михайлов, Новости ТВ Рассказово.